Диагностики панкреатита Итак, хронический панкреатит это длительное заболевание, связанное с повреждением, с самоперевариванием поджелудочной железы. Оно прогрессирующее, особенно если не убрать причину. Оно сопровождается хронической болью и периодическими обострениями. Со временем поджелудочная железа выгорает, ее остается совсем мало. Она замещается фиброзной тканью и тогда боль может утихать. Но при этом возникает, естественно, недостаточность поджелудочной железы. То есть нечему просто вырабатывать сок поджелудочной железы и инсулин. Сок поджелудочной железы необходим для переваривания пищи, для расщепления более сложных молекул. Более мелкие, более простые, для того, чтобы они всасывались. А эндокринная часть – это инсулин, это глюкогон, то есть гормоны, которые регулируют уровень сахара в крови. То есть если страдает эндокринная часть, а это происходит обычно на самых поздних стадиях заболевания, то у человека развивается сахарный диабет. Обострение хронического панкреатита также связано с некоторыми осложнениями. Например, может образовываться жидкость вокруг поджелудочной железы, может формироваться псевдокисты, это отграниченные полости с жидкостью, могут расплавляться стенки сосудов и образовываться аневризмы, тромбироваться селезеночная вена и так далее. Итак, прежде чем начинать лечение хронического панкреатита, нужно удостовериться, действительно ли он есть. Я часто встречаю пациентов, которые приходят, у них установлен диагноз хронический панкреатит, хотя никакого панкреатита у них нет и близко. У них когда-то заболел живот, и врач им сразу поставил хронический панкреатит. Главными проявлениями является боль в животе, обычно это левое подреберье, верх живота, может отдавать спину, могут пациенты описывать эту боль как полупояс или как пояс, то есть опоясывающая, вокруг туловища. И второе проявление – это проблемы со стулом. Это жирный стул, плохо смывающийся. И происходит это из-за того, что возникает недостаточность функции поджелудочной железы. Недостаточно ферментов попадает в кишку, и пища плохо переваривается. Особенно это заметно по жирам. Зачастую диагноз установить достаточно сложно, особенно в первые пару лет заболевания, потому что анализы могут быть нормальные, УЗИ, КТ тоже могут быть нормальными, то есть поджелудочная железа будет выглядеть без каких-либо изменений. Но у пациента, допустим, есть клиника, боль. Конечно же, когда присутствует классическая отряда в виде жирного стула, плохо смывающегося, в виде сахарного диабета, и в виде отложения кальция в поджелудочной железе при УЗИ и при КТ, тут диагноз не вызывает сомнений. То есть, когда мы подозреваем у человека хронический панкреатит, то желательно сделать компьютерную томографию КТ. Это большое количество рентгеновских снимков, которые послойно, так сказать, нарезают живот человеку, нарезают поджелудочную железу, и мы смотрим большое количество разрезов на наличие изменений в поджелудочной железе. И КТ нам может помочь не только найти вот эти вот кальцификаты, но она нам может помочь, в принципе, оценить анатомию поджелудочной железы, есть ли отек, есть ли осложнения какие-то, такие как псевдокисты, допустим, и исключить онкологию поджелудочной железы, потому что она тоже может болеть, и она тоже может вызвать резко начавшийся сахарный диабет. В некоторых случаях можно использовать МРХПГ, это магнитно-резонансная холангиопанкреатография, то есть метод, который позволяет нам изучить в лучшей степени протоки, как желчный, так и проток поджелудочной железы. При панкреатите могут быть сужения, расширения, деформации этого протока. Кроме того, можно найти какие-то причины, которые вызвали этот панкреатит, то ли это какие-то спайки, то есть стриктуры, формируются на фоне воспаления, сужения, и от этого плохо оттекает сок поджелудочной железы, он там остается в поджелудочной железе, он может вызывать самопереваривание поджелудочной железы, он может вызывать отек ее из давления сосудов, а от того, что кровь не будет приходить, кровеносные сосуды сдавливаются, возникает кислородное голодание, то есть клетки голодают, а поджелудочная железа начинает болеть. Дальше. Золотым стандартом для оценки экзокринной функции, то есть способности вырабатывать ферменты, используется содержание жира в стуле, но это слишком сложно, это муторно, поэтому сейчас этот тест в основном заменил другой тест, это определение эластазы-1 в кали. Это фермент поджелудочной железы, уровень которого будет снижаться, если функции ее недостаточно. Таким образом мы можем понять, нужно нам добавлять ферменты поджелудочной железы этим пациентам или не нужно. Если все эти тесты нормальные, но мы все еще подозреваем хронический панкредит у пациента, можно прибегнуть к следующему методу. Это секретиновый тест. Пациенту вводится секретин, это вещество, которое стимулирует поджелудочную железу к выработке и к выбросу поджелудочного отсока в 12-перстную кишку, а потом с помощью зонда, с помощью трубки, берут содержимое 12-перстной кишки и оценивают содержание ферментов. То есть это такой более сложный способ определения экзокринной недостаточности поджелудочной железы. И естественно он будет использоваться, когда остальные методы нам не помогли. По диагностике все. На следующей лекции по лечению я еще коснусь немножечко причин, потому что лечение будет как раз связано с причинами. Если информация была для вас полезна, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе новых событий. А я вас жду на следующей лекции по лечению хронического панкреатита. Будьте здоровы, до свидания.